Привет, друзья! Я сейчас в Киеве на Андреевском спуске. За моей спиной музей Ивана Петровича Кавалеридзе, замечательного скульптора, да и многогранного человека. Он делал и декорации, и много чего другого. Вы знаете памятник княгине Ольге, который вот здесь, неподалеку, знаменитый, один из символов Киева, столицы украинской. Но в то же время он знаменитый автор памятника Артему. И вот здесь я встретился с Сергеем Морликом. Привет, друзья! Который вот смотрит на мир очень широко, очень интересно. И вот он взглянул на памятник Артему так, как не делал никто до него. И я договорился с Сергеем, чтобы мы могли вместе присесть и побеседовать, как и что у него получается. Пока я расскажу немного вам об истории самого памятника, ну а потом продолжим разговор. До встречи! Друзья, мы могли бы много говорить о большевике Артеме, о Федоре Сергееве, но нас интересует памятник. Когда-нибудь, наверное, мы дойдем до этого большевика до профессионального революционера, которого многие знали, который там в Китай ездил и там, в общем-то, пытался заниматься перманентной революцией в Австралию, где его только не было, но и вот погиб. Он как жил, так стремительно и погиб, стремительно на испытаниях аэровагона. Безусловно, его имя решили увековечить. Оно было увековечено и в названии городов, тот же Артемов, в названии улиц, первая линия станет улицей Артема, и памятники. И вот один, наверное, из самых ярких памятников Артема, который сохранился до наших дней, он находится в городе Святогорске, бывшем Славянногорске. На горе Артема как раз возвышается над Святогорской лаврой. Чуть позже я покажу вам в этом видео разговор с Сергеем Морликом, таким вот человеком, разработчиком, который по-другому взглянул на этот памятник Артему. Я никогда, никогда не видел его с этой стороны. Ну а пока мы немножко поговорим об истории. Автор этого памятника Иван Петрович Кавалеридзе. Кавалеридзе замечательный скульптор и человек, который делал декорации, который, в общем-то, своими руками, своим талантом, своим мыслью, он предвосхитил время. И вот человек, который делал это не ради славы и не ради денег, но ради того, чтобы вот, ну, наверное, из какой-то невероятной чистой любви к искусству. Казалось бы, но он там родился в небольшом городке в Полтавской области, но вот эта вот любовь к чему-то неординарному, любовь к авангарду, ну, я даже не знаю, где он взял, но он ее воплощал всю свою жизнь. И вот 11 сентября 1927 года этот памятник на горе был открыт, но предшествовало этому очень много других событий. Потому что изначально кавалеридзе поступил заказ на изготовление бюста товарища Артема, который должен был располагаться внизу на территории нынешнего монастыря, нынешней Лавры, во втором лесном доме отдыха. На тот момент Лавра уже перестала быть таковой, там открыли два лесных дома отдыха для шахтеров, для трудящихся Донбасса. Оба получили имя Артема, и безусловно, ну как же, кому-то вот в честь кого-то названо, но там нет никакого памятника, нет никакого бюста. Была оговорена смета, оговорена сумма в 9 тысяч рублей. Причем на сам бюст, на материалы должно было пойти всего лишь 4 тысячи, и 5 тысяч это был гонорар кавалеридзе. Ну согласитесь, весьма серьезная сумма, которая была больше, даже чем стоимость всех материалов. Но вот у него был другой план, и он сделал эскиз. Эскиз памятника, подобного которому еще в этой стране никто никогда не строил. Этот эскиз лег на стол Григорию Ивановичу Петровскому. Но Петровский возразил и сказал, что денег больше нет, и выделить большую смету я не могу. И кавалеридзе взялся за дело. Он нанял рабочих, он нанял технику, и он начал строить тот памятник, который мы с вами видим на горе Артема. Это чудо, это авангард, это действительно нечто невообразимое. Этот вот смотрящий вдаль, такой вот созданный из разных фигур, геометрических Артем, который вот вместе, являясь собой такую монолитную конструкцию, которая оказалась невероятно крепкой, пережила Великую Отечественную войну, и реставрация памятника была полная лишь один раз в 1983 году. Но и до сих пор вот на самой горе, на памятнике, там видны следы эпохи, следы тех непростых времен, которые приходилось памятнику переживать. И вот он трудится. Трудится настолько усердно, что, если я не ошибаюсь, то в конце из всех денег, из 9 тысяч рублей, осталось ровно 92 рубля. Это составило его гонорар. Но не гонорар-то ему был важен. Ему было важно вот оставить такое вот наследие. Оставить вот такую невероятную скульптуру, которая восхищает, а кого-то, может быть, ужасает до сих пор. Вот говорят, в частности, Никита Хрущев этот памятник не любил. Как вообще он плохо относился ко всему авангардному. Вы помните его отношение к выставке в Маниже, его крепкие высказывания, то, что он там наговорил художникам, скульпторам. Ну и, в общем-то, этот памятник казался ему тоже чем-то таким странным и чуждым. Сейчас есть такие ревнители декоммунизации, которые тоже хотят его снести. Кто-то потому, что вот под ним находится лавра, кто-то потому, что это памятник большевику и человеку, который сыграл в определенную роль, даже Донецкая Криворожская республика, а кто-то просто потому, что ему этот памятник не нравится и напоминает, как они говорят, какого-то донецкого терминатора. Но для меня и для многих других людей это такой вот символ, необычный символ, символ детства, символ того, что нам привычно, символ вот какой-то невероятной красоты, такой вот непознанной, какого-то такого невероятного искусства, что человек вот сам за свои деньги, он так удивительно это сделал, что мы до сих пор удивляемся и радуемся. 91 год этому памятнику, а он является уже настоящим образцом. Он является уже настоящим символом этих мест. И вот лично для меня тот же Святогорск трудно себе представить, как без лавры, без монастыря, как без реки Северский Донец, так, конечно же, без этого самого памятника Артему. Кавалерий заделал еще один памятник Артему в городе Артемовске, нынешний уже Бахмут. Но там, к сожалению, этот памятник пострадал во время Великой Отечественной войны, и после войны его заменили на другой, который стоял до последнего времени, и вот несколько лет назад его свалили на волне декоммунизации, увезли в одно из коммунальных хозяйств. Я там даже бывал как-то пару лет назад и снимал. И вот, пожалуйста, фрагменты той самой моей съемки. Ну, а о памятнике Артему мы сейчас поговорим, как я и говорил, с Сергеем Орликом. Что заставило тебя снять эту фигуру так, как ее никто никогда в жизни не снимал? Ну, не то, что заставило, я всегда хотел, потому что мы же Артема видим на самом деле только с такого узкого ракурса заходя, ну, те люди, которые заходили, скажем так, снизу вверх на него смотрим, и мы вообще не понимаем, какая часть у него головы, скажем так, макушку никто не видит абсолютно. Да, всегда мне самому было интересно, какая макушка у Артема, в принципе, и какая у него геометрическая. Ведь Артем, аж такая вот геометрическая, да, вот можно сказать. Я не специалист в архитектуре, но это не просто памятник, да. Говорят, что это единственный памятник в стиле культуризма вообще на территории, там, ну, Украины тоже. Ну, да, говорят, что Европы. Я не могу точно это сказать, но думаю, что так и есть. И поэтому мне очень самому всегда хотелось увидеть эту геометрию, вот эту динамику, которая у него есть, с другой точки, и понять, может, он там будет совсем уже не такой динамичный, может, он будет пессимистичный какой-то, да. И когда появились квадрокоптеры, когда появилась возможность снимать панораму не только с Земли, но и с квадрокоптера, я, конечно, первым делом о чем подумал, что вот как только у меня появится квадрокоптер, я сниму эту панораму с такого ракурса на уровне головы, и... И он появился. Да, и он появился, и как раз хорошо, что эта панорама будет входить в тревелбокс по Святогорью. И когда я снял и выложил эту панораму на Facebook, для меня, для самого было удивительным таким моментом, что получил такой огромный отвлек, вот именно этот ракурс. Там больше полторы тысячи перепостов, много комментариев, огромное количество, и за, и против, там уже просто... Ну, суть не в том. Суть в том, что люди тоже отреагировали именно на такой вот ракурс, потому что, ну, никто абсолютно с уровня головы панораму не видел, конечно. Есть немало горячих голов, которые кричат, что памятник надо сносить. Что это такое? Тяжелое наследие, непонятного времени, фигура неоднозначная, и, в общем-то, вообще он там зря находится, тем более над лавой. Вот что ты думаешь по этому поводу? У меня, я думаю, то, что, понимаете, есть такое выражение «Кесарю Кесарева, а Богу Богово», да? То есть одной, нет даже в Библии в этом выражении одной плоскости. Есть плоскость Кесарева, а есть плоскость Богова. И, конечно, в плоскости Кесаревой работает Кесарев закон, в котором говорится, что надо сносить, а в Боговой плоскости работает Божий закон, где есть часть людей, которые считают, что его не надо сносить. Лично для меня, но, опять же, у меня же субъективно в этом плане... Да-да, вот лично для тебя. Он для меня субъективный взгляд. И, конечно, для меня Святогорск, это всегда связан именно с этим... То есть, когда говоришь слово «Святогорск», это, конечно, Лавра и Артём. И мне тяжело представить, что этого памятника... Я могу, конечно, очаг гибкий, и могу это представить. Но если спросить меня, хотел бы я, чтобы я посмотрел на эту гору, и она была пустая, я, наверное, сказал бы, что нет. Потому что... И всё равно это памятник, он больше как инсталляция. Его ведь нельзя назвать всё-таки вот прям как памятник, памятник, как какой-то бюст. Да, он посвящён Артёму, революционеру, история которого там неоднозначно, можно так сказать. Но я могу, я имею в себе тот, скажем так, угол зрения, которым я могу посмотреть на это как на скульптуру, а не привязывать её к какому-то политическому там оттенку. То есть ты прежде всего смотришь на Артёма как фотохудожник, да? Да, однозначно. Я вижу динамику, я понимаю какую-то сложность этой скульптуры, да? Я читал, как Кавалеридзе там всё это делал, как он всё думал. Мне интересно чисто вот с такой вот технической точью какое-то зрение, с художественной однозначно. Потому что в политическую плоскость я Артёма не могу прям вот перевести так напрямую, скажем так. Ну, спасибо, спасибо огромное. И покажем, конечно, и показываем нашим, моим зрителям, что уж говорить, то, как это выглядит, и чтобы они хотя бы немножко прикоснулись к панораме. Ну и, друзья, вы можете зайти в ссылочки под видео и посмотреть. Там ссылка на Facebook Сергея, где можно найти эту самую панораму, ну и, в общем-то, насладиться. Ну и помните, что Travelbox скоро откроется сайт, и там можно будет заказать такие вот наборы, ну и буквально перенестись на гору Артёма и посмотреть на эту замечательную скульптуру работы Ивана Кавалеридзе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...